Добрый день, в эфире канал АПС, программа «Сейчас в регионе», с вами Артемий Заварзин. Взрывы в Санкт-Петербурге остаются главной новостью во всех информационных лентах к этому часу. В северной столице сегодня первый из трех дней траура. Уже по 14 погибшим в результате взрывов в метро и маршрутке. Версия теракта сейчас основная. Ее отрабатывают спецслужбы и правоохранительные органы. Правительство Санкт-Петербурга объявило о размере материальной помощи. Семьям погибшим выплатят по 1 миллион рублей, полмиллиона тяжелораненым и по 250 тысяч тем, кто получил среднее и легкие ранения. Губернатор Поморья Игорь Орлов от имени всех жителей Архангельской области от себя лично выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он отметил, что Архангельская область готова оказать Санкт-Петербургу любую необходимую помощь. Вернемся в наш регион. Новости из Котласа. Там разоблачена хитрая преступная схема, связанная с наркотиками. Речь идет о сайте по продаже наркотических средств. Сначала пользователь попадал на ресурс со ссылкой на специальный браузер. Загрузив его, потенциальный покупатель заходил на второй интернет-ресурс, где и шла реализация наркотиков. Сегодня оба сайта заблокированы. Информация направлена в единый реестр Роскомнадзора. В проведенной Котласской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на сайте в сети интернет размещена информация, направленная на распространение наркотических средств. В соответствии с требованиями действующего законодательства размещение данной информации на сайтах в сети интернет запрещено. Далее о непростой ситуации, которая сложилась в поселке Талаги Приморского района. Жители одного из домов по улице Авиационная связались с нашей редакцией и рассказали, что терпят большие коммунальные проблемы. Возле дома огромная лужа, в квартирах горячей воды нет. Она идет с перебоями. Горячая вода у Светланы Федосеевой гость непостоянный. То появляется, то пропадает. И перебои с горячим водоснабжением происходят почти в каждой квартире дома номер 12 по улице Авиационная. В итоге получается, что за услугу платим, а не получаем, говорят жители. Холодная частенько идет. Хотелось бы, чтобы она была 85 градусов, так ее и нет. То есть она бывает 50-40 градусов, но не больше. Приходится включать водонагреватель. Когда это появляется, звонишь в управляющую компанию, они начинают более-менее двигаться, как-то там работать. Сегодня люди задают резонный вопрос. Так может и не оплачивать то, чего нет. Причем, если раз в пятилетку горяченькая и пойдет, то вид ее отбивает всякое желание принимать ванну. В чем же причина коммунальных проблем? Подробности смотрите в вечернем выпуске новостей на канале ТВ-центр в 19.20 в программе «Автограф дня». В коммунальной проблеме на улице Авиационной разбирается мой коллега Вадим Федосеев. Но не только проблемы ЖКХ в фокусе его внимания. Он не остается в стороне от культурных событий. Вадим, приветствую тебя. Знаю, что накануне ты побывал в Архангельском городском культурном центре. Расскажи, пожалуйста, что там происходило. В культурном центре был концерт, посвященный столетию Эллы Фитджеральд. Это известная джазовая певица. Выступали американские певицы. Это Черни Уэйд, Капатя Дженкинс, Алиша Джонс. За музыкальное сопровождение отвечала архангельская музыкальная группа «Биг Бенд». То есть это был такой отличный концерт, на самом деле. Заряд позитива, такая энергетика. Очень замечательно. Как принимала публика? Много ли было зрителей? И что больше всего тебя зацепило в этом концерте? Зал был просто полный. То есть даже сидело некуда. То есть некоторые стояли. Естественно, основные зрители – это были студенты музыкального колледжа. Вообще люди как-то связанные с музыкой. Поэтому вопросов, кто такая Элла Фитджеральд, у них не возникало. И они тоже, я скажу, получили положительные эмоции и так далее. И вообще, когда вот такие события происходят в Архангельске, понимаешь, что вот когда наш город называют тупиковым, то есть это как-то странно звучит, какой же он тупиковый, когда вот такие люди приезжают. Культурная столица мира, фактически. Да, да, да. То есть звезды, я даже сказал бы, мирового уровня. Вадим, ну я надеюсь, что это не все эмоции, которыми ты готов с нами поделиться. Мы ждем твой сюжет в 16 часов на канале ПС в программе «Сейчас в регионе». В это время мы и увидим отчет Вадима Федосеева о состоявшемся концерте. А сейчас продолжаем наш выпуск. Территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС, понятие многим известное и во многих районах области успешно продолжающее работу, в том числе и в Архангельске. Каждая инициатива активистов получает поддержку как из областного, так и городского бюджетов. В апреле в областном центре стартовал конкурс социально значимых проектов ТОСов, по итогам которого будут выбраны лучшие инициативы. На реализацию лучших проектов администрация Архангельска готова выделить до 280 тысяч рублей. Условия участия в конкурсе просты. Проект должен быть социально значимым и посвящен одной из обозначенных тем – туризму, благоустройству территории, развитию физкультуры, экологии, организации досуга горожан или сохранению народного творчества. Заявку на участие можно подать до 28 апреля. Долгие стояния за посылкой или письмом уйдут в прошлое. Региональное отделение Почты России оснастили системой электронных очередей. Терминалы появились в 10 офисах Почты в Архангельске и в 4 в Северодвинске. Там, где поток посетителей наиболее интенсивный. Интерфейс устройства интуитивно понятен. Достаточно выбрать услугу, за которой человек пришел в почтовое отделение, получить талон и ждать приглашения к окну. Не приходится стоять друг за другом возле окна. Никто не пройдет в очередь, без очереди, так скажем. Поэтому очень удобно и операторам тоже нравится, потому что не создается такая стрессовая ситуация. По-моему, сократилось время и ожидания в очереди, и обслуживание у операциониста, потому что он уже извещен, с чем пришел к нему клиент. Да и ожидание, по-моему, в очереди стало более комфортным, чем стояние в длинном хвосте. В последующем электронной очередью оснастят и другие почтовые отделения Поморья. В первую очередь те, в которых больше трех окон приема посетителей. В Архангельской области продолжается подготовка к тотальному диктанту. Проверить уровень своей грамотности сможет любой желающий в ближайшую субботу, 8 апреля. Участие в самом грамотном флешмобе страны может принять каждый, вне зависимости от возраста, рода деятельности и уровня подготовки. За диктант, написанный на оценку 5, отличники получат словари русского языка. В Архангельске, в Приморском районе и на Соловецких островах диктант напишут на 18 площадках. Кроме того, в третий раз к акции присоединяется на Водвинск. Флешмоб пройдет в стенах городской гимназии. Просто достаточно взять с собой хорошее настроение и прийти в Водвинскую гимназию. А зарегистрироваться нужно заранее, потому что регистрация участников началась 29 марта на сайте тотального диктанта. Более 100 представителей талантливой молодежи Поморья примут участие в 16-х Дельфийских играх России. Это масштабный фестиваль, включающий в себя конкурсы, выставки и презентации в различных областях искусства. Столь внушительная делегация образовалась по итогам регионального отборочного этапа «Таланты Поморья», прошедшего в феврале. Конкурсанты от Архангельской области примут участие в самых разных номинациях фестиваля, среди которых народное творчество, вокал, фотография, тележурналистика и многие другие. Впервые наш регион будет представлен в номинациях «Искусство воспитания» и так называемой «Открытой номинацией», в которой могут выступать целые коллективы. Несколько золотых медалей, конечно, каждый год наши участники привозят. Как правило, наиболее сильные номинации – это народное творчество, танцевальное, ну и, конечно, у нас цирк неподражаемый также занимал призовые места. И надеемся, что в этом году порядка 5-6 золотых медалей удастся получить из 100 наших участников. Я думаю, вполне достойный результат. Призеры фестиваля смогут впоследствии претендовать на получение грантов в рамках федеральной программы поддержки талантливой молодежи. Дельфийские игры пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. С новостями региона продолжим знакомить вас в 16 часов. Оставайтесь с каналом ПС. Увидимся.